Если честно, как бы почему-то у многих я смотрю интервью, все это как-то красочно рассказывают, как их привели в первый день в зал, я не помню. У меня есть сестра старшая, и ее привели в зал, и я бегала, просто бегала, потому что мама приводила Тому, и я просто бегала. И в один день тренер, как рассказывает мне мама, тренер говорит, почему вы одну приводите, а вторая ничего не делает. Мама говорит, она не хочет. Ну и вот так вот, вроде бы потихоньку, в принципе, я даже помню, что это было через слезы, я не очень-то хотела. Но так как мама приводила одну, приходилось мне стараться тоже. И вот, в принципе, я втянулась, втянулась, и в 7 лет я уже входила в сборную молодежи еще Советского Союза. Дети, всем привет! Привет, друзья! Я выступала за страну, была последние 8 лет сборной страны, выступала Мир Европа. Вы знаете, я выросла в интернате спортивном, у меня сложно чем-то где-то удержать. Я всегда путешествовала, ну как бы это были не путешествия, это были соревнования, поэтому для меня дом, наверное, сегодня, где рядом моя семья. Да, то есть, и мне все равно, где жить. То есть, на сегодняшний момент вот так оно сложилось, правда, ничего не держало, потому что мы переехали с семьей. Мама осталась там, но я с мамой практически не росла, я росла в интернате спортивном, поэтому для меня не было большой сложностью, я не скучала, то есть, я привыкла к этому. Поэтому семья со мной мне, вот, хоть на Аляску. В Майами очутилась, потому что мы приехали на зиму с сыном моим, ему было 2,5 года. И мы приехали на зиму, и, в принципе, были здесь только зиму, и потом я поняла, что я хочу остаться здесь, погодные условия, как бы мне они понравились. И в Киеве ничего не держала, и я подала на грин-карту через Extraordinary, через спорт получила грин-карту, так мы остались здесь. И вот благодаря спорту я здесь получила грин-карту. Наверное, я позвонила маме и сразу сказала, мама, спасибо, что ты меня водила. А вот, потому что для большинства людей в Америке, уже будучи я здесь 10 лет, я знаю, что многие хотят, но остаться здесь достаточно сложно. А вот, ну, мне благо повезло. Здесь к профессии тренера относятся немножко по-другому. Здесь более уважительна профессия, чем... Сегодня в Украине, в России тоже приходят к этому, что профессия тренера, она достаточно сложная, и должна быть уважаемая, так же, как учителя и все остальное. В наших странах это вы знаете, наверное, сами, да, то есть профессии эти не супер высокооплачиваемые. То есть гораздо перспективнее устроиться какому-то секретарем в кабинет министров, и ты будешь больше зарабатывать, чем нежели учитель или тренер. У меня большого желания там работать не было. Здесь у меня оно есть, потому что, как бы, здесь к этой профессии относятся достойно, и это приятно. То есть, вот, наверное, вот так бы я сказала. То есть, наверное, это одна из тоже причин остаться здесь работать, потому что ты понимаешь, что ты можешь что-то дать, и тебе, как бы, там, скажут спасибо. Давай, шею тяни. Появилась школа в 2010-м. Да, где-то в 2010-м году. Я снимала помещение у балетной школы три раза в неделю, потихоньку, потихоньку. Просто здесь было уже скучно, как бы, ребенок-ребенок, ребенок пошел в садик, и потихонечку я вот начала их набирать деток. И снимала три раза в неделю по полтора часа, деток было больше, 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 больше. И получилось, что надо было взять свой зал, мы взяли один, потом второй, потом третий. И вот на сегодняшний момент, наверное, когда мне спрашивают, сколько учеников, я не знаю. Их очень много, я думаю, что больше двухсот, но, как бы, мне никогда не интересует цифра, мне интересует, каких детей я расчу, а сколько их, как бы, я не знаю, честно. Наверное, Аня девочка на Франдеске знает больше, чем я. У меня двое детей, мальчику 13 лет будет, девочке 7 месяцев. Это сложно, но, как бы, как есть, я очень ей рада, и я мечтала всегда иметь девочку. А вот, я думаю, потому что я гимнастка, наверное, для того, чтобы ее вырастить тоже. Ну, по крайней мере, так я сегодня думаю. Но если у нее не будет данных, она не будет хотеть, я ее заставлять не буду. Ну, девочка есть девочка, наверное, для каждой мамы мы хотим девочек, потому что есть мальчик. Сложно, сложно, она с нами ездит на соревнования, иногда ездит, иногда нет. Когда холодные, как бы, города я ее не беру с собой, в теплые беру. Ну, пока так. В общем, совмещаем. Няня помогает, да. То есть здесь мамы нету здесь, и мама работает, поэтому, как бы, в принципе, своими силами мамы помогают, которые в зале. В общем, все помогают. Самое такое глобальное звание мы получили в 2017 году у нас на чемпионате Америки детском. Нас наградили за лучшую школу в Америке. Да, то есть соревновалось достаточно много. Ну, как бы, школам по 30 лет, мы достаточно молодые, в принципе. Это было такое достойное звание. Мы все очень радовались, родители, то есть то, что мы выиграли. В прошлом году мы заняли второе место, но мы в этом году будем стараться. Достижения детей самые, то есть, ну, как бы, они в своих левелах, в своих возрастах, они выигрывают чемпионат Америки. Это не тот чемпионат Америки, который взрослый, потому что они еще маленькие. Но на своем уровне, на своем возрасте они лидеры в Америке. То есть, как бы, они не только лидеры в Майами, во Флориде, они лидеры в Америке. Поэтому у меня таких человек 5-7, очень сильных детей. Я вот, в принципе, планирую их довести до Олимпиады. То есть это так не громко, я правда планирую. Я была серебряный призер чемпионата Европы и была четвертая на мире. У меня была травма в спортивной перед Олимпийскими играми. То есть то, что мне не дало закончить спорт так, как, в принципе, планировалось, когда я была в сборной. Не знаю, то есть возможно, что вот эта недосказанность спортивная дает мне какой-то сзади прессер, что я должна туда дойти. И, возможно, что эта вот цель, она давит на меня, потому что я ее не достигла. И я хочу дорастить туда своих детей. Да, то есть, наверное, это больше на сегодняшний день плюс. Потому что бывает, как бы, то есть, дорастаешь, становишься Олимпийским чемпионом, и потом не можешь понять, а что дальше. Вот у меня дальше не случилось, поэтому я вот дальше ращу своих детей. Поэтому, наверное, это плюс как для тренера. Ну, для меня. Я застала это время в Майами, когда мы открыли школу. И когда приходили на гимнастику, мы ставили видео в телевизор, ну, как бы, и показывали, что такое художественная гимнастика, они не знали. То есть, они думали, что гимнастика — это только вот это регулар, где прыгают девочки на бревнах, в брусьях. Никто не знал. То есть, несколько русских родителей пришли, они которые знали. Но на сегодняшний день, наверное, любого человека остановишь в Майами, как бы, Саня, Ланс, Авентура, там более-менее, как бы, такие районы. То есть, я думаю, уже знают очень многие. И в этом зале очень много англоязычных детей, что, в принципе, сегодня я могу сказать, что популяризация этого вида спорта очень быстро развивается, очень. Особенно в Майами. Как бы, ну, в принципе, они делают серч по другим городам, но здесь развивается очень быстро. А 7-8 лет назад никто не знал вообще, что такое художественная гимнастика. Поэтому я думаю, что скоро Америка затрибунит на Олимпиаде, потому что дети, правда, хорошие растут, правда.